Сыр, хлеб и вино. Вот такое у нас сегодня название. И вроде как сведут какая-то средиземноморская диета, а на самом деле нет. Сыр, хлеб и вино это все продукты биотехнологий. Вот окажется, что вот о чем, о биотехнологиях у нас речь пойдет. И у нас в гостях вот два знающих в этих вещах человека. Профессор, доктор технических наук Владимир Васильевич Бирюков. Он у нас завкаф. А? Валентин Васильевич Бирюков. Он нас заведует кафедрой в, как он называется, Валентин Васильевич Вашим Бирюков? В Государственном университете инженерной экологии. Это раньше называлось МИХМ. Институт химического машиностроения. И заместитель главного редактора журнала «Наука и жизнь» Зыков Дмитрий Кириллович. Он кандидат технических наук. И тоже вы заканчивали, как вы сказали, ту самую кафедру, да? Да. Вот такие дела. Так уж получилось. Так уж получилось. Так насколько я себе представляю, вот эти самые биотехнологии, это они у нас давнишние очень. Хлеб-то уж я не знаю, сколько существует времен-то, да? Времен столько же, сколько сыр. У Максвена есть такое выражение, что, значит, любая пища, данная нам Богом, полезна. За исключением микробов. Но я думаю, что он был неправ, потому что вот и сыр, и хлеб, и вино, а это такая пища, одна из самых... Ну, еще добавьте сюда кефир, кисломолочную продукцию. Да, и много чего другого можно добавить. Они как раз тоже с микробами, да? С микробами. Так. Поэтому биотехнологии, это все-таки в том числе и пища, но не только пища. Так. Ну да, собственно говоря, мы подумали, когда думали о том, как назвать эту передачу, назвать эту тему, вот остановились на таком названии. Это, конечно, не совсем биотехнология, но хотелось этим названием сказать, что вот такое распространенное сейчас представление о биотехнологии как о совершенно молодой науке, о науке, которая появилась вот-вот-вот прямо на наших глазах совсем недавно, и о том, что это какой-то последний писк моды, это совсем не так. Вот биотехнология, она существует ровно столько же, сколько существует человеческая цивилизация. Ну да. И, конечно, это было сначала хлеб, сначала сыр, сначала вино, сначала огромное количество разных пищевых продуктов, перебродивших самым разным образом. А вот уже в 20 веке, конечно, это начало... Сельдь, это тоже, кстати, продукт биотехнологии. В какой-то степени, да. Ну, тогда и соленые огурцы, и квашеная капуста, и понеслась, и дальше все. И понеслась, и понеслась, и понеслась. Даже трудно найти что-нибудь пищевое, что не было продуктом биотехнологии. Ну, может, кроме дистиллированной воды? Ну, дистиллированная вода условно пищевой продукт. Ну, вот я поэтому говорю. А все остальное что-нибудь как-нибудь себя... Квас, пожалуйста, биотехнологии, да? Да, замечательно. А вы вот как-то вот сказали, что создаётся впечатление, что биотехнология – это, что-то так сказать, последний крик, писк. А что там, собственно, вот я вот так вот хожу по выставкам, да, встречаюсь с людьми. И все, в основном, биотехнологии – это вот из того набора, о котором мы говорили, да? Типа квашеной капусты, перебородившего сусла. Нет, ну, конечно, это не так. Так, вот современная биотехнология – это уже совсем другое. Надо просто понимать, что она существует очень давно. Так. Но в современную биотехнологию вошли огромное количество направлений, которые, конечно, уже не имеют, в общем, прямого отношения к пище. Потому что это и производство медицинских препаратов. В большинстве случаев, ну, антибиотики, в общем-то, все. Это продукт биотехнологии. Так. Огромное количество средств защиты растений. Довольно большое количество веществ, которые применяются сейчас в промышленности. Скажем, в лаках, в красках, в средствах защиты от коррозии. А вот это поподробнее, я что-то не слышал. А вот это в лаках, в красках… А вот Валентин Васильевич, мне кажется, что это все-таки сказать по кормовые продукты для животного. Ну, конечно, и кормовые продукты. Ну, скажите, вот начнем, давайте, вот с лаков. Лаков и красок. Лаков и красок? Как-то туда-то там, я не понял. Они такие, в общем, безжизненные вещи, которые, конечно, больше о красителях. О красителях, да. Бывают красители химические, а бывают красители, значит, химические красители, вот раньше, когда там выпускали торты всякие и прочее, прирожные, очень красивые, да, там, красные, синие, голубые и так далее, да. Ну, туда добавляли химические красители, а, значит, оказалось, что они канцерогенные, что они вредные и так далее. И, значит, теперь переходят на природные красители. Но часть природных красителей, это красители, которые получаются из растительного сырья, там, да. Типа клюквенного сока. А есть, получаемые с помощью микробиологического синтеза. Так. Имеется и это, да. А вы про корма-то сказали чего? Ну, про корма-то очень много чего можно говорить. Значит, в принципе, обычно главная часть корма – это зерно. Да. Вот. Оно, конечно, очень хорошая вещь, так сказать, но в нем не хватает белка, аминокислоты. Ага. Значит, для того, чтобы в нем был белок, значит, нужно, значит, иметь какую-то белковую добавку. Вот эту белковую добавку получают в том числе и с помощью микроорганизмов. Кормовые дрожжи? Кормовые дрожжи, да. Значит, раньше их получали из парафинов нефти, теперь, значит, нефть подорожала, поэтому это стало просто невыгодно. А еще теперь делают кормовые дрожжи? А теперь делают из зерна. Опять из зерна? Да, из зерна, да, потому что зерно оказалось подешевле. Ну, и главное, что… Ну, и тогда добавьте сюда еще силос. Это ведь тоже берется, в общем, что-то такое трава, а вот эти вот бактерии, они там как раз обогащают аминокислотом, белками. Да, конечно, да, но есть еще очень серьезное промышленное производство, это производство аминокислот. Я просто недоговорил, что белок, который есть в пшенице, скажем, да, он еще не просто тем плох, что его не хватает. Для нормального рациона необходимо, чтобы было там порядка для животных, порядка 17% белка. Значит, там, скажем, крахмал, который есть, вернее, этого не хватает, да, значит, белок, чтобы было 17%, а там 10%, так, поэтому нужно что-то добавлять. Но, значит, пшеницы, кроме того, что 10%, кроме этого, там, значит, белок несбалансированный по аминокислотам, так, то есть, значит, существует какой-то такой набор аминокислот, называют так, скор, который, значит, соответствует потребностям животных. Ну, скажем, там, для кормления куриц, там, скажем, это яйцо, для кормления животных, это обычно молоко. Так, значит, вот в яйце или в молоке существует определенное соотношение аминокислот, сколько должно быть там лизина, трианина и так далее, их примерно 20 аминокислот, из них 8 незаменимых. Так вот, значит, в пшенице не хватает аминокислоты лизина, лизин, который, так сказать, вот необходимо чем-то восполнять. И вот если в пшеницу добавить немножко лизина, то можно, значит, ее активность, что ли, так сказать, как кормового продукта, да, увеличить в полтора-два раза примерно так. То есть, а иначе она просто, как бы, значит, потребляется, но не дает того эффекта, там, того привеса, значит, который требуется. И вот это производство аминокислоты лизина, оно и у нас было в Советском Союзе, но потом, сейчас, так сказать, в наши времена почему-то заводы приостановились. Вот, а во всем мире, в общем-то, выпускается огромное количество этой аминокислоты и выпускается именно микромилогическим способом. Как кормовая добавка. Как кормовая добавка. Вот меня учили в старое время, в голодное относительно время, меня учили так, что вот хлеб, в принципе говоря, содержит весь необходимый рацион питательных веществ, что нужно, и, в принципе, можно прожить на одном хлебе, вроде как, ну, какое-то время. Это действительно так? За исключением того, что там не хватает белка. А так можно жить вот на печеном хлебе. Ну, скажем так, можно есть меньше хлеба, если добавить туда еще и белка немножко, так? То есть, он будет полноценным, если, скажем, в нем будет не 10% белка, а 17. То есть, можно восполнить этот недостаток, скажем, использованием там, так сказать, гороха, да? Да, например, гороха, да, значит, или сои, чаще всего добавляют сою, там скажут, да? И, значит, получается, раньше даже была такая, в Хлебопекарном институте была такая тема создания полноценного хлеба, чтобы можно было питаться на хлебе и воде, так? О! Добавляли сою туда, так, значит, придумали способ, чтобы хлеб получался относительно пористый, скажем так. И, значит, вот этот полноценный хлеб, как бы, так сказать, был для того, чтобы можно было узников в тюрьмах хранить. Он был вкусный или это только для узников, чтобы они чувствовали, что они виноваты? Я его, честно говоря, не пробовал, но я думаю, что по вкусу он был такой же, как обычный хлеб. Ну, вообще, кроме узников и такой хлеб нужно ведь вообще людям, которые живут где-то далеко там. Я пробовал такой хлеб, он непривычный, но через какое-то время привыкнуть можно ко всему, ведь можете попробовать там какую-то еду, которая вам не понравится. Там в детстве маслины большинству людей не нравятся, а в зрелом возрасте... Ну, да, с годами вкус меняется. Ну, автор этого хлеба, этого полноценного хлеба, в то время его сейчас уже нет, Вадим Владимирович Щербатенко. Он мне говорил, ну, вообще-то, конечно, полноценный хлеб, это хорошо, но можно и с этим хлебом добавить туда колбасу там или еще что-то, будет бутерброд, тоже будет полноценный. Масло намазать, да, икру положить. Масло это белка не добавляет. Ну, все равно, так сказать, икра-то добавит белок. Да, так. Да, а вот скажите, пожалуйста, вот мы говорим про сою, да, вы бы говорили. Вот я слышал такое мнение, что вроде как вот у людей, ну, скажем так, европеоидов, да, у европеоидов, в отличие от монголоидов, причем тех, которые на Крайнем Востоке живут, вот у европеоидов нет ферментов, которые бы расщепляли белок сой, да. Зато, кстати, вот чем западнее человек живет, тем лучше он усваивает молоко даже во взрослом возрасте, да. А вот якобы японцам молоко как-то вообще вот не очень. Ну, вот про сою я этого не слышал. То есть то, что в сои прежде всего существует привкус. Привкус сои, который для вот европеоидных людей не очень привычен, скажем так. Не знаю, в действии я обожал их так называемые соевые батончики. Да, и вроде ничего можно было. Мне говорили, что ты, говорит, эту самую, так сказать, сою ешь, говорит. Ой, ну, значит, сои, батончики такие. Ну, значит, вот главное, по-моему, все-таки привкус. И когда научились делать соевые добавки без этого привкуса, этот привкус надо просто снять, да, то ничего такого органического нет. А вот с точки зрения влияния на организм человека молока, то действительно существуют люди, которые не могут потреблять, на которых плохо действует сахар, находящийся в молоке, лактоза, да. И поэтому иногда может быть даже такая вещь, что когда об этом не знают, то младенец может от материнского молока погибнуть. А, то есть это с самого начала, да? Да, с самого начала. Я-то думал, что это просто с возрастом изменяется. Это бывает изменения возрастные, но чаще всего... Нет, это именно биохимическая вещь, биохимическая вещь. И поэтому есть целое направление создания безлактозного молока. Значит, это опять-таки тоже биотехнология. Значит, существует такой фермент бета-галактозидаза, который, значит, выпускается, значит, в различных формах, так. И, значит, либо его добавляют в молоко, значит, как добавка для того, чтобы убрать это, чтобы лактозу превратить, либо, наоборот, молоко пропускают через этот фермент, и получается безлактозное молоко. Вот оно, значит, так сказать, может быть использовано для кормления тех, кто не терпит обычного молока, скажем, да. Ну и вот это известно именно то, что это районировано, вот это влияние молока на организм человека, значит, он действительно... Я не помню точно где там, скажем, говорят, что наши якуты, скажем, не очень выдерживают. Ну вот объясняют так, что чем западнее, вот, скажем, так сказать, норвежцы в любом возрасте прекрасно усваивают молоко коровье, да. А вот там жители Дальнего Востока, да, уроженцы Дальнего Востока, то есть японцы, корейцы, они как-то молоко... Ну здесь, наверное, все-таки, значит, дело не в Востоке, так сказать, если вы посадите норвежца на Дальний Восток, то... Он все равно бы, я имею в виду уроженцы тех мест, ну то есть... Это раса, раса. Раса, раса, раса. Это одно из... Честно говоря, думаю, что это и это не совсем так. Скорее всего, это просто индивидуальная особенность, которая, может быть, чуть-чуть чаще встречается одни на Востоке, другие на Западе. Ну понятно, и очень сильно, чуть-чуть, потому что, значит, известно, что чуть ли не там 70-80% населения... Правда, да, ведь по способности расщеплять этанол люди довольно сильно отличаются... Да, и по этанолу... Этанол, это этиловый спирт, он же винный спирт, понятно, да? Вы знаете, вот в том, что называется биотехнологией, есть еще два очень интересных направления. Мы поговорили о хлебе, ну, будем считать, что немножко поговорили о сыре, будем считать, что немножко поговорили о вине, тут все понятно более-менее. Ну, более-менее, да. А поговорили о кормовых препаратах... О кислом молоке. О кислом молоке, что, собственно говоря, сыр сюда же попадает. Но это все такое хорошо устоявшееся... Есть хорошо... это хорошо устоявшееся, известные, привычные, там, дрожжи, антибиотики, все это понятно. А есть еще два очень интересных направления, которых не очень широко известны, не очень много кто знает. Первое — это выращивание фотосинтезирующих микроорганизмов. Вот зеленые растения, они обладают свойством фотосинтеза, и вот это, собственно говоря, одно из их ключевых свойств. Из углекислого газа и воды они производят углеводороды. Углеводы, простите. Из углекислого газа и воды они производят кислород. И углеводы. И углеводы. Ну, кислород, он... Ну, и там целая куча разных веществ. Но есть довольно большое количество микроскопических организмов, которые тоже для своей жизнедеятельности нуждаются в свете. Один из наиболее интересных объектов — это такая микроводоросль хлорелла. Про нее тоже, в общем, довольно много известно, и ее использовали, в свое время пытались использовать как кормовой препарат, даже как заменитель пищи. Лет пятьдесят о ней говорят, и говорили, что в будущем мы будем пытаться на хлореллу. В будущем будем пытаться исключительно хлореллу, и все позеленеем. Но про это не было. Что позеленеем не было. Есть еще довольно большое количество мелких организмов. Есть такой организм, который называется спирулина. Чрезвычайно интересно. Как спирулина? Спирулина. Это тоже водоросль микроскопическая? Микроводоросль. Это микроводоросль, да. Ее тоже можно использовать, да, конечно, ее тоже можно использовать и как кормовой препарат, она довольно богата белком. Есть очень интересный класс протобактерий, галофильных бактерий, которые существуют в... Галофильные. 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 Что же они любят фильные? Они любят соль. Галофильные. Они любят галогены. Галогены. Они живут в соляных растворах, в которых никто больше жить не может. Вот один из видов этих бактерий содержит белок, который называется родопсин. Это который у нас... Родопсин это тот, который у нас в глазках, да. Но это отдельный вид разновидности родопсина, он называется бактериородопсин. Чрезвычайно интересная штука. Этот белок при облучении светом определенной частоты меняет свою структуру. То есть, если его нанести на тонкую прозрачную подложку, то он меняет прозрачность. Это замечательный способ записи информации. Причем, этот белок реагирует на свет только определенной частоты. И больше ни на какие излучения не реагирует, ему наплевать. То есть, у него там есть такой энергетический уровень, который переводится в другое состояние. И, видимо, на том же самом эффекте и основаны свойства нашего видения с помощью этого родопсина. Да, потому что он либо да, либо нет, как триггер работает. Ну да, да, да. А какое время реакции на это облучение? Время реакции порядка наносекунд. То есть, ничего. Полно неприлично. Нет, ну что значит ничего? 10 минус 9 это... Ну да, да. Ну, во всяком случае... Гигагерцы. Во всяком случае, достаточно быстро. Так вот, в свое время была впущена в институте биофизики, была выдвинута идея использовать этот белок в качестве... Наносить этот белок на носители информации, которые защищены, например, от ядерного взрыва. То есть, магнитная информация стирается, а этому наплевать ничего. Ну, я думаю, что ее-то можно использовать и просто как носитель информации. Как там плотность-то получается? Да, плотность получается. Там все, фактически, как отдельная молекула. Можно делать негатив. Можно делать негатив. Вот наш с Ванитимом Васильевичем коллега занимался этими делами. Не слишком удачные там были работы. Там есть свои очень серьезные трудности. Но, тем не менее, когда родопсин получили, попробовали сделать негатив. Получилось. Очень интересно. То есть, можно фотографии использовать? Можно использовать фотографии. А как же он закрепляется-то? А, то есть, надо просматривать его просто в другой длине волны. Надо закреплять. Да-да-да-да. Его не надо фиксировать. Не надо просто облучать вот этой длиной волны. Да-да-да. Так, подождите. А вот в этих вот устройствах записи информации тут перспектив-то нет? Только вот на такие особенные условия, в случае ядерного взрыва? Нет. Мощных ими? Есть. Если удастся когда-то производить его в достаточных количествах дешево, то, конечно, есть. Но сейчас пока магнитные порошки дешевле. И вот технологии записи лазерные пока это существенно дешевле. Но, тем не менее, это направление, ну, черт знает, может быть, оно как-то и разовьется. И еще одно направление, тоже мне кажется страшно интересным. Это выращивание грибов. Вся биотехнология, старинная биотехнология сыр, хлеб, вода построена на использовании грибков. Дрожжей. Дрожжей. Но можно выращивать, оказывается, шляпочные грибы. Причем, получается, страшно интересно. Можно выращивать грибы, плодовые тела, шляпки. А можно этим не заниматься. Можно выращивать мицелий. Причем, ну, в природе он растет обычно на твердых субстратах. Там, на земле, на древесине, на гнилье, на всякой вот такой требухе. А тут на опилках, по-моему. На опилках. Мы в свое время занимались на кафедре этим делом очень активно. И, в общем, сделали довольно неплохую технологию производства этих самых грибов. Вешенки. Вешенки, да. А, вешенки, да. Ну, вешенки, вешенки. Обычно все-таки вешенки их называют. Вешенки, наверное, вешенки. Но, оказывается, можно выращивать мицелий в глубинных условиях, то есть в жидкости. А когда получается большая масса этого мицелия, он по биохимическому составу от состава плодового тела практически не отличается. А продуктивность несравненно выше. То есть можно производить пищевые грибы, вот те, которые мы страшно любим, которыми мы любим закусывать, их можно производить в больших глубинных аппаратах с колоссальной совершенно производительностью. Глубинные, это что значит в глубинных? Глубинные условия, это значит в глубине жидкости, в растворе. А потом из них можно делать что-то вроде, так сказать, паштеты, наверное, да? Потом из них можно делать порошки, можно делать добавки. А кроме этого, довольно большое количество высших грибов выделяют вещества, сходные с антибиотиками, ну и другие вещества, которые тоже можно выделять. Это очень полезно. Даже мясо формируют из него, да, скажем. Если формировать эту массу в виде волокон специально, а это как раз очень удобно, потому что это грибы, это тоже волокна, да, то получается, собственно, в Англии выпускают подобного типа продукты, которые считаются... С одной стороны, они очень похожи на мясо, и по содержанию белка, по содержанию, по вкусу, там по всему достаточно хорошие. А с другой стороны, это вегетарианские продукты. Ну, вот у нас это всегда популярно в России, у нас, так сказать, пост держат люди. Вообще, в принципе, человечество давно мечтает о том, чтобы получать пищу, белковые продукты, без убиения животных, да? Конечно, мясо это вкусно, там, и прочее, прочее, и очень трудно, так сказать, отказаться, нам от него единожды попробовав, да? Вот, но, значит, в принципе, получение мяса все-таки требует гораздо больше затрат сырья, затрат, значит, и энергии, и, значит, продукты. Да, млекопитающие достаточно неэффективно используют вот энергию входящую. Да, с точки зрения кормления. Поэтому получение пищевого белка, это очень ценная вещь, очень ценная вещь, причем сразу получение, да? И вот по существу грибы, значит, это один из способов, вот такой вот глубинное культивирование грибов, один из способов получения пищевого белка, значит... Я так понял, что, в принципе, биотехнологии на данный момент, да, перенаселенность Земли могут отодвинуть вообще очень сильно, да? Потому что классически-то надо сначала вырастить корма, потом накормить животных, потом их убить и съесть. А тут сразу, вот, понимаете... И это, в общем, наверное, единственный способ. Единственный способ, скорее всего, да. Может быть, это поначалу будет не очень вкусно, но потом... Прибыть к ним, господи! Чтобы содержать одну корову, 50 гектар, чтобы содержать на этих, с этих 50, простите, полгектара, для того, чтобы содержать одну корову, на этих полгектаре можно произвести биотехнологическими способами значительно больше грибы. Да из полгектара можно хлеба много вырастить. Можно сделать завод там на этом же полгектаре, и выпускать продукт, белок там в каком количестве? В огромном. Я уж не помню точно, да, но уж тоннами уже в год. Время, жалко, кончилось у нас. Время. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. И публике нашей уважаемой, спасибо за внимание. Вот. Всего вам доброго, до свидания. Надеюсь, мы сегодня вот вселили в вас некую такую надежду на светлое будущее. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok